Приветики! Сейчас возник вопрос и, отвечая на него, я решила записать это видео, чтобы поделиться не только с одним конкретным человеком, но и с вами. Может быть, кому-то это будет полезно. Про взаимоотношения, как взаимоотношения в семье, в паре, с детьми, с родителями влияют на наши финансы, на наше настроение, на нашу работу, на наши сексуальные отношения. Как вообще вот всё, что я сейчас нарисую, может повлиять на то, что у вас происходит в жизни. Представим мужчину и женщину. Это взрослые люди, взрослые. И есть ещё ребёнок. Запишем взаимоотношения взрослых к ребёнку, как они относятся. Они ребёнка учат, обучают. Что они ещё делают с детьми? Дают наставления. Неудобно писать, когда смотришь через монитор. Они могут ругать, поучать, наставлять, воспитывают. Родители всегда знают, что нужно ребёнку, то есть знают за него. Они его обеспечивают. Чем они его обеспечивают? Образованием, жильём, едой. Они за него решают, где он будет жить, в чём ходить, что есть, что делать, где учиться, садик, школа. Я не буду дальше писать. Я думаю, что мысль вы уловили. Этих пунктов, конечно, очень-очень много. Вы можете сами посидеть и подумать, расписать для себя, если почувствуете, что это важно. Какую роль он играет для взрослых. И рисуем стрелочку сюда. Ребёнок, конечно же, обучается. Он слушается. Ну и, конечно же, не слушается. Капризничает. Обижается. Да, через камеру очень сложно записывать. Родителей он не воспитывает. Он не знает, да, что ему там дадут родители, но ему придётся подчиниться. За него решает. То есть он мало что решает. Он не ответственен за деньги. Не ответственен за деньги. За быт. За уют. Это отвечают родители. Отвечают. За быт. За уют. За образование. Ребёнок должен учиться, должен стараться, слушаться. Он капризничает, может обижаться, топать ножкой. Ребёнок взрослых как минимум слушается, да, они для него авторитет. Чего ребёнок не может делать, да, он не зарабатывает. У него нет работы. Это говорит. У него нет. У него нет. машины ну и дома во владение я не говорю о том что он там прописан ладно но он его не получил не заработал не купил что он еще не может он сексом не занимается зарабатывать не может работать он не может сексом заниматься не может иметь детей пока сам ребенок тоже не может то есть пока не повзрослеет ребенок не может иметь детей взрослые у нас решают они все решают вообще дети ничего не решают а взрослые они решают дальше зарабатывают они могут копить там что деньги тратить могут иметь работу бизнес решать путешествовать да куда поехать то есть ребенок не может решать да куда ему уехать не может путешествовать один конечно ему нужны сопровождающие так взрослые могут путешествовать спокойненько да сами без костылей так еще они сексом занимаются они могут делать детей опять же пунктов что могут взрослые мы можем написать просто сотни пункты что делает ребенок беззаботный давно что там беззаботный заботы это у взрослых дети они беззаботные давайте рассмотрим женщину женщина в паре мама женщина представьте она вот вот это вот все учить поучать воспитывать все за всех знать обеспечивать решать отвечать самой там забыть за уют если она вот не к ребенку вот это вот все делает да а к мужику то мужик становится ребенком и все чтобы вы здесь вот написали между ними сны получается то есть ребенок мужчина да он не может зарабатывать он не может копить тратить у него проблемы на работе с бизнесом с путешествиями у них проблемы в сексе так как представьте взрослый человек до который мамочка мамочка вот эта вот мамочка которая должна была вот это вот все роли исполнять для ребенка она начинает мужику исполнять представьте она мамочка он ребенок разве может быть секс между мамочками и детьми да это уже какой-то инцест получается да у них психологический барьер сексе и женщина просто перестает хотеть заниматься сексом и перестает получать удовольствие так же как и мужик который начинает уже искать там любовность потому что вот ну никак с женой у него это не происходит если же мужчина начинает вот эти вот все роли исполнять не для ребенка а для женщины своей ну происходит то же самое это уже папочка да а женщина становится ребенком она начинает что там ребенок делает слушается беспрекословно капризничает обижается подчиняется мало что решает она не несет ответственности так далее то есть женщина когда становится ребенком да у них тоже проблемы с сексом у него проблемы с работой и во всем проблемы потому что вот эти вот роли должны быть у обоих родителей только к ребенку потому что ребенок вот так себя ведет если вы нашли себя в этом списке или вот в этом списке которые вы должны только к ребенку то представьте да что получается если женщина начинает обижаться или мужчина обижаться сразу в этот момент играет роль ребенка у ребенка нету смотрите сколько всего нету он себя лишает вот этими ролями то что у него есть какие-то другие авторитеты то есть как взрослые люди перевешивают свою ответственность на кого-то дату конечно они не могут иметь хороший бизнес ответственность на них не лежит они же перевесили все виноваты вокруг взрослые если не берут на себя ответственность они начинают играть роль ребенка взрослые находят себя вот в этом списке начинают играть роль ребенка то естественно в этой роли у них проблемы если взрослые начинают играть папочку мамочку для жены или жена для мужика да тут автоматически другой становится ребенком взрослые люди вас мотает из крайности в крайность вы то мамочек папочек включаете к своему партнеру взрослому то ребенка начинаете включать капризничать перекладывать ответственность у вас авторитет тот другой от вас ничего не зависит вы чего-то все время ждете просите ну что ребенок делает да мы не стали все пункты писать самом деле их очень много то есть чтобы было вот это вот гармонии между м уже чтобы они друг с дружкой могли получать удовольствие да и проблем с где-то рождаемостью не было чтобы работа и бизнес был и деньги шли они должны научиться взрослым отношениям между друг другом они не должны вот эту вот роль испытывать друг дружке и вот этого тоже вот это вот надо исключать у них равноправные отношения когда они вместе решают когда они вместе берут на себя ответственность они не перекладывают ответственность друг на дружку они не капризничать не обижаются они сразу рассматривают любые проблемы вместе вместе их решают если они выросли из позиции ребенка перестают другого в эту позицию впихивать то есть кто-то включил мамочку папочку да они автоматически начинают другого топить в позицию ребенка заталкивать вот когда вы это перестанете делать тогда у вас взаимоотношения и гармонизируется